Привет мой дружок пирожок, день независимости Асашай, а точнее неделя независимости, независимости от своего банковского счета, ибо роки просто своими многочисленными скидками прям заставляют покупать даже то, что вообще нам не нужно. Вы заметили, что никакого упоминания про казино я не делал, ибо роки никакой информации не говорят, а то что там на форумах великие умы обсуждают, на это нужно положить свой черный волосатый хуй, ибо кто-то говорил что обновы выйдет и четвертого и на прошлой неделе. В общем можно разглядывать свой кал после похода в KFC и увидеть там знаки о грядущем обновлении, или же просто дождаться этого долбанного обновления. И да, на следующей неделе тоже не ждите обновы, вероятнее всего 11 будет анонс, возможно даже с трейлером, и пожалуй все, можно смывать дерьмо в унитаз и говорить по делу. Мой дружок пирожок, скоро большевного про казино, хочется попробовать все, пуститься во все тяжкие, а денег нет, не беда. Заходи в мою группу по прокачке, бабки, опыт, и все что нужно настоящему криминальному авторитету. Делаем все быстро, качественно, и недорого, закажи прямо сейчас, перед обновой, чтобы быть уже при баблинском. Ссылочка на группу в описании. Не будем тянуть кота за яйца, хорошие скидки роки подготовили для нас с вами, естественно для того чтобы слить все баблинское перед обновой, ведь 40% это почти половина цены. В общем скидка в 40% на шланген GT, довольно таки быстрый спорткар меньше чем за лям, пати и бас тоже с таким скидоном, бесполезная вещица, крайне убогая вещь на просторах GTA Online. Куда же мы без скидки на патриот, всего за 30 кук литеральный магнит, правда в GTA это не работает, а на версию лимузинский духу то зажали. Также на этой неделе будет открыт уникальный мотоцикл в эстерн саверн со скидкой, для байкеров хороший подгон. На варстоке скидка на все три вымогателя денег, террор байк, кабина и модули для ПКП, а венгеры его модификации, на все 40%. С крамджет савер ценником уже за 2 ляма с небольшим, спасибо не нужно. Тула, тоже с диким ценником, но кто купил за вер прайс, плачьте. Также скидуха на весь уникальный транспорт из подвала транспортного склада, это рамбаги. Фантом Ведж, Техника Алаква, Блейзер Аква, Бронированный Боксвиль, Вислендер, Руинер 2000, Ракет Валтик. Также добавили на эту неделю Либератор тоже со скидкой, у кого нет такой штуки, покупайте, через неделю он исчезнет из магазина. Ну и самая важная покупка, дирижабль, хотя за пол ляма уже можно и прикупить, но не нужно. Ну на недвижку от Мейсбанка скидка на все. Самый зачуханный Клабхаус можно взять всего за 120 тысяч, а вместе с ним и байкерские предприятия с такой же скидкой. А продажа товаров с байкерских предприятий принесет вам в два раза больше баблинского. Самый дешевый бункер можно взять меньше чем за 7 сотен. Оружие через бункер можно будет продать в два раза дороже. Ну или запустить разработку в два раза быстрее, в общем время безумного фарма. Ангары также со скидкой. За 720 тысяч можно взять себе один и что самое главное, за доставку готовой продукции из ангара можно получить в три раза больше денег, то есть с одного ящика не десятку уносим, а тридцатку. Ну и не забывайте про долю рона. Базу для запуска новых ограблений можно тоже взять со скидкой, всего за 750 тысяч. Правда за ограбление двойных выплат вы не увидите, слишком жирно по мнению рэков. Ночной клуб со скидкой в 40%, считай что даром, а поднять на посетителях можно в два раза больше, при полном заполнении клуба в сутки, игровые разумеется, можно поднять не 10, а 20 тысяч. Неплохой полупассивный доход. Ну и скидку на офисы тоже решили сделать, так что если вы решили обновить свой офис, то сейчас неплохой вариант. Конечно мы привыкли к скидке в 50%, все таки офис. Это первый шаг в обновлениях GTA к унылому фарму, ну не будем о грустном. Наши любимые яхты также со скидкой 40%, так что если у вас осталось лямов 5, последнее разумеется, то не думая покупайте яхту, вы ее никогда не окупите и забудете уже на следующей неделе. Также завезли старый контент на день независимости Асашай. Это костюмы с изображением флага, раскраску наебала, и прическу отрывора в лучшие годы его жизни. Еще добавили кепку рыгач, и новую футболку с изображением канистры вора и флага Асашай. Ну и пожалуй самое уникальное, это мушкет, только раз в году можно его получить. Стреляет он довольно таки неплохо, метко, но на близких или средних дистанциях. А вот перезарядка у него очень долгая, стреляя из этого шланга прям ощущаешь себя в Red Dead Unlit. Ну и как же без фейерверков, их можно закупить так же в амунации и пострелять как в копцов, так и в воздух. Ну и наконец где и как можно заработать, буду повторяться. Двойные выплаты за продажу спецгруза со складов, двойные выплаты за продажу оружия из бункера, двойные выплаты за продажу товаров с байкерских предприятий, двойные выплаты в ночном клубе, и еще тройные выплаты за продажу груза из ангара. Кроме этого можно получить двойные выплаты за задания клиентов, которые находятся в террорбайте. Это просто подарок. В подсказке есть видео со схемой быстрого фарма на террорбайте, так что можно легко себе нафармить лям за часок. Ну а за одно задание можно поднять больше 50 тысяч, легкие деньги. Ну а для тех, у кого ничего нет, вот прям совсем, то лучший выход, это прямые руки и противоборства на ракетной базе. Двойные выплаты действуют там до следующего четверга. И на этом почти все. Еще большая скидка на патроны, включая модификации Mark II, поэтому лучшее время зарядить разрывными патронами свою снайперскую винтовку и дробовик. Ну а также добавили некоторые асошайные раскраски как на оружие так и на технику. Но это все мелочи. И вот вроде бы точно все. На этой неделе рекомендую вам не скупать все по скидкам сломя голову, а лучше зарабатывать баблинское через бонусные схемы. С вами был Дилетант и Шоколадная Нуга. Всем ББ, всем ГГ. Субтитры сделал DimaTorzok